Ужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно, Фидель, ужество знает цель. Фидель. Вокруг этого имени до сих пор бушуют споры. Кто он? Великий борец за справедливость во всем мире? Или жестокий диктатор, который этот же мир был готов принести в жертву своим амбициям? Предвкушая этот спор, Фидель однажды сказал, история меня рассудит. И не ошибся, ведь великое видится на расстоянии. Кастро – это великий воин, который поставил задачу сделать свою страну счастливой и свободной и добился этого. Но на пути к мечте его поджидали те, кому не нужна была счастливая и свободная Куба. Им нужен был мертвый Фидель. Все время была угроза, что вот-вот войска США высадятся на Кубы. Была команда ликвидировать Фиделя Кастро. Кубинская контрразведка зафиксировала 831 официальных покушений. Фидель умрет не своей смертью. По преданию, эти слова заставили свою верную мать заговорить сына от воражеских пуль. Но кубинская магия не спасла Фиделя от другого коварного оружия – лжи. Ее он боялся больше смерти и всю жизнь боролся с ней. Но пока враги Фиделя сеяли скверну о нем, кубинский народ сочинял легенды о великом команданте. И где тут правда, а где ложь, миру только предстоит разобраться. Борьба продолжается. Победа будет за нами. Родина или смерть. Может быть, Фиделя на самом деле хранили некие высшие силы? Иначе как можно объяснить, что он вдруг менял маршруты своих поездок и не появлялся на улицах, где его ждали засады? Или почему вдруг отказывался идти в ресторан, где его должны были отравить? Я не мистик, но когда на него производится множество покушений, конечно, вырабатывается то, что мы называем интуиция. А человек, который вот уже прошел через 10, через 100 покушений, он уже предчувствовал. Интуиция то была или магия, но бывали в жизни Фиделя эпизоды, которые объяснить невозможно. Был случай однажды, когда он пришел выступить. Небольшой митинг. Говорит, вы знаете, я сегодня выступать не буду. Скажите, что мне плохо. Хотя на самом деле он себя прекрасно чувствовал. Потом он уже своим сказал. Я знал, что должна взорваться бомба. Был два случая, когда, значит, готовится покушение. Два киллера, которые были замаскированы под работников телеканала одного. За два часа до операции случился страшнейший приступ перитонии. Все эти истории как бы некий передают флер мистики какой-то действительно карибской магии. Как только Фидель пришел к власти, народ Кубы сразу поверил в божественную избранность нового лидера. В январе 1959 года, сразу после победы Кубинской революции, Кастро выступил с первым телеобращением к гражданам. И на его плечо сел белый голубь, которого христиане считают символом Святого Духа. Общаясь с Фиделем, многие люди говорят, что перед тобой стоит настоящий атлант. Этот атлант был воином. Это глыба мощь. Но сам Фидель себя в культ не возводил и другим запрещал. Он завещал не называть на Кубе своим именем никакой ни улицы, ни сквера, ни озера и так далее. И не ставить себе памятники. Он не хотел оставлять память о себе по своей природной скромности. Так считают одни. Другие же приписывают Фиделю страх, что однажды заклятый враг осквернит память о нем и воспитает новое поколение кубинцев в ненависти к прошлому. О том, что может произойти и переворот, и завоевание Соединенными Штатами Кубы, он все время помнил, он все время был на чеку. Страх это или скромность не ясно. Но любопытно, что воля Фиделя распространялась только на Кубу. Для нас это, именно для России, это дань уважения к кубинскому лидеру, который олицетворял дружбу между нашими народами. И это очень важно. В 2022 году памятник великому Фиделю был установлен в Москве на площади, которая носит его имя. Мне хотелось изобразить Фиделя в таком вот молодом, крепком возрасте. Таких правильных и красивых черт лица встретить – это большая редкость. Он не напоминает в какой-то степени греческого бога Зевса. Но у человека с внешностью греческого бога была земная биография. Фидель Кастро Алехандро Рус родился 13 августа 1927 года. Так написано в церковной книге о его крещении. Но сам команданте называл 1926 год. Говорил, якобы родители прибавили ему один год, чтобы он мог пораньше пойти в школу. Его отцом был богатый плантатор Анхель Кастро Аргиз. Отец, несмотря на то, что добился финансовых высот, он был полуграмотным человеком. Но он твердо знал, что надо дать образование сыну. И он поощрял вот это, его любовь к книгам, покупал сам книги ему. Это был самый способный ученик в школе, с великолепной памятью. И при этом он участвовал во всех уличных драках. Он ходил с кастетом, с ножом. Вот такие противоречия, они с детства были у него. Мать Фиделя, Лина Рус Гвансалес, служила в поместье ее будущего мужа-кухаркой. Как и многие на Кубе, она верила в древнюю религию Сантерос. Говорят, будто бы священнослужители этой религии как-то упрекнули юного Фиделя за его буйный нрав и свобода мыслия. Именно эти особенности его характера однажды приведут к жестокой ссоре отца и сына, которая предопределит судьбу последнего. Но несколько позже. Детство у сына плантатора было беззаботным. Он не только был силен морально, но и физически. Кастро с детства был прекрасным спортсменом. В юности Кастро был звездой баскетбольной команды престижного колледжа «Билен», где он учился. Спустя годы команданта признался, что именно эта игра развела в нем способность мыслить стратегически и работать в команде, что однажды пригодилось ему в горах Сьерра-Маэстро. Поэтому свою любовь к баскетболу Фидель сохранил на всю жизнь. Впрочем, как и любовь к доблести и риску. Был момент, допустим, одного юношу наказали за какую-то провинность. И Фидель тогда спрашивает, а вот если я прыгну с этой скалы, там где-то метров 30 примерно было, в море, вы снимете с него наказание? И вот он забирается на эту скалу и с 30 метров нырнул, проплыл, парни освободили. Но однажды привычка заступаться за других и бунтарский характер Фиделя привели его к неизбежному. Оборвалось, можно сказать, детство у него, когда произошла ссора с отцом. Дело в том, что рабочие на плантации подняли бунт, можно сказать, против своего хозяина. И юный Фидель вышел и стал на сторону этих рабочих. Отец страшно был возмущен, как же так, ты мой сын, и ты, значит, стал на сторону моих работников. Отец не подозревал, что любовь к знаниям, которую он так поощрял в сыне, могла настроить Фиделя против него. У него в комнате всегда были книги, которые он изучал. Это Маркс, Ленин, Сталин, Троцкий. Впредь Фидель всегда будет исходить из интересов простого народа. И сам себе доказывает, что он его часть. Но призраки прошлого будут вечно напоминать Фиделю, что он сын богача, эксплуататора. Многие считают, что Кастро восстал однажды не против режима Батисты, но и против собственного прошлого. Аристократ. Понимаете, он же ведь из аристократов уже не от сахи человек. Он же имел воспитание. У него были ряд гувернеров и гувернантов. Понимаете, в чем дело? После первого в своей жизни бунта Фиделя влекла уже только политика. Когда он поступил в Гаванский университет, он стал одним из лидеров Федерации университетских студентов Кубы, а затем и активистом левой фракции партии кубинского народа. Но действовавший на Кубе режим был беспощаден к любым политическим движениям, особенно в студенческой среде. Ведь это не человек, это убийца. Не человек-убийца. Он убивает наших товарищей. Гибли люди, были убиты многие профсоюзные деятели, члены политических партий, оппозиционных и так далее. Вот Фидель, он ходил, будучи студентом, все время с пистолетом. На Кубе говорили, что в одном месте он два раза не ночует, именно опасаясь покушений. Организаторские способности великолепные проявляет. Он стал именно защищать тех, которых обижали власти. Он стал адвокатом бедных, пока не начал свою революционную борьбу. 10 марта 1952 года на Кубе произошел государственный переворот. И власть захватил профессиональный военный Фульхенцио Батиста, которого всецело поддерживали Соединенные Штаты. При нем расцвела коррупция, а большинство кубинцев жило в нищете, не имея недоступного здравоохранения, ни образования. И создавалась атмосфера, в которой каждый кубинец уже был готов стать бойцом революционной армии. Не хватало только лидера. И таким лидером вскоре стал Фидель Кастро. Фидель Кастро. Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них. 26 июля 1953 года Фидель с небольшим отрядом смельчаков штурмует казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба, чтобы захватить оружие для борьбы с диктатурой Фульхенцио Батистой. Ядро отряда составляли студенты Гаванского университета. Среди них были его брат Рауль, Эрнесто Че Гевара, Камило Сьен-Фуэгос. Это восстание, оно было обречено, это было скорее эмоциональный порыв. Но оно было искоркой, с которой потом воспламенилась вот эта кубинская революция. Кубу захлестнула волна жестоких репрессий против сторонников Фиделя. Когда несогласных молодых парней, которые там вышли на демонстрацию, бросали в море, они бились об скалы. Когда людям в вену, воздух, тоже революционерам, когда просто убивали. Кастро и его соратников арестовали и приговорили к тюремному заключению. На суде Фидель отказался от адвоката и сам произнес речь в свою защиту. Он говорил три с половиной часа и закончил словами «История меня оправдает». Это была первая многочасовая публичная речь Кастро. А спустя годы на Генеральной Ассамблее ООН речь Фиделя заняла 4 часа 30 минут, что тут же стало рекордом, занесенным в книгу Диннесса. Это революционный процесс. В котором революционеры пытаются достичь своих целей и добиться перемен. Во время празднования какой-то годовщины революции он в Гаване, на площади перед скоплением людей, выступал 9 часов без шпаргалки. Горячие страстные речи Фидель произносил при каждой возможности. Так однажды во время визита в СССР Кастро, будучи в Ташкенте, захотел побывать в обычном универмаге и купить брючный ремень. Вокруг него, как это обычно и бывало, моментально собрались люди. Кастро с ними заговорил. И говорил, говорил три часа. А о ремне так и не вспомнил. Но пиком ораторского таланта Фиделя стала его речь в Лужниках. Его речь перед ста тысячной аудиторией в Лужниках, это был пример ораторского искусства, практически без бумажки, когда ему стоя руку плескал стадион. Всегда говорим, мы спиндеремо с Кавасювата. Будем защищать каждый город, Кавакади, каждую улицу. Николай Леонов, советский переводчик Фиделя. Мое главное впечатление от Кастро, он не такой, как все. Он на несколько ступеней выше среднего нормального человека. В горах Сьера-Маэстро Фидель мог спать под деревом, когда шел тропический ливень до нитки, пробирающей тебя. Он в этот момент закрывает глаза и спит. Что это такое? Карибская ли это магия, или это расширение физических или умственных способностей человека? Или спать ложится 50 лет подряд, ложится в 3-4 часа, а в 9-10 уже быть на ногах? После неудачного штурма казарм Манкада, суд приговорил Фиделя Кастро к 15 годам заключения. Есть информация, что к нему подослали убийцу. Есть в тюрьмах такие люди, которые занимаются именно ликвидацией неугодных властям сидельцев, арестантов. И этот профессиональный киллер, он не смог совершить убийство и отказался. Он сказал, я был врагом Фиделя Кастро, я был врагом его революции, а после того, как он часа два со мной беседовал о жизни, я стал ему верить, я поверил ему через 2 часа. От печальной участи Фиделя спасла амнистия, которую неожиданно объявил Батиста. По одной из версий, на это его надоумил один из приближенных диктатора, который был кровно заинтересован в освобождении своего зятя. Кастро женился еще студентом на дочери крупного чиновника в правительстве Батисты Мирти Диас Баларт. В 1949 году у них родился сын, которого назвали в честь отца, Фидель Феликс Кастро, Фиделитто. Но когда Фидель был в тюрьме, жене, перепутав адреса, доставили письмо мужу, адресованную и его любовнице, Нати Ревуэльте. И официальный брак Фиделя закончился. Соперница верной Мирты Нати Ревуэльта, хоть и была аристократкой и замужней дамой, но разделяла идеи Фиделя и продавала свои фамильные драгоценности, чтобы раздобыть деньги для революции. А революция и политика – это первая его любовь. Женщины как бы на втором плане. Но для женщин Фидель был в приоритете. Ему приписывали тысячи любовниц. Один из бывших чиновников Кастро в интервью «Нью-Йорк Таймс» даже назвал цифру 35 тысяч и говорил, он спал по меньшей мере с двумя разными женщинами в день более 40 лет подряд. Я как мужчина, я завидовать буду. Если бы у него было столько любовниц, у него не было времени ни минуты заниматься политикой, особенно если Латинская Америка, где горячие девушки. Личная жизнь команданта была тайной за семью печатями. Он сказал, если в конце концов вы приняли решение писать, пишите обо мне как о политике. Единственное, что у меня в жизни осталось личного, это моя семья и мои близкие. Вот я прошу этого не трогать. Но слухи и легенды росли как снежный ком. Жеребец была прозвища Фиделя Кастро. Это было знаком восхищения его мужской силы. Кубинцы считают, что каждый настоящий мужчина должен иметь столько женщин, сколько готовы разделить с ним постель. Говорят, что у Кастро было 20 детей. Сам он как-то обмолвился, что у него по крайней мере 10 потомков. Фиделита возглавлял Кубинское агентство по атомной энергии. Он был ученый-физик. Дочка Алина, это плод его любви с Натальей Револьта. И пять детей от его брака. Они сочетались с браком официально, с Далей Дальсутой. Все сыновья начинались с литера А в честь Александра Македонского, его одного из любимых исторических персонажей. Все пятеро сыновья, скромные, это люди совершенно обычных профессий. Другое дело их отец. По воспоминаниям охранника Кастро Хавьера Эстелано, в молодые годы Фидель любил играть со смертью и переодевшись отправлялся с гор в города, где тайная полиция Батисты устраивала облавы в поисках партизан. Он спокойно ходил по улицам мимо своих ориентировок. За ликвидацию Фиделя Кастро предлагалось 10 тысяч долларов. Насмехаясь над суммой, Фидель пририсовывал еще два нуля. Он был уверен, что если кто-то и узнает его, то все равно не выдаст сыщикам Батисты. Когда они уже спускались с этих гор на равнину Сантьяго, они знали, что народ кубы созрел. И они большинство были бородачи. Ну, и назывались они барбудос, бородачи. Слышишь, чеканный шаг? Это идут барбудос. Небо над ними, как огненный стяг. Слышишь, чеканный шаг? И он продолжал всю жизнь носить бороду, барбуду. Фидель Кастро. Я не трачу свое время на бритье, а это почти 15 минут каждый день. Так я экономлю несколько дней в году для важных дел. Суеверные кубинцы верили, что таинственная сила скрывается в бороде Фиделя. Что именно она охраняет его от множества покушений. Удивительно, но в это поверили специалисты ЦРУ и задумали лишить Фиделя его знаменитого оберега. Операцию решили провести во время зарубежной поездки команданта, чтобы когда в отеле он, как принято в Европе, выставит в коридор ботинки для чистки, бросить в них кристаллы ядовитого металла – талия. Соприкасаясь с кожей, талий будет впитываться через поры, Фидель Кастро будет лишен волосяного покроя и лишится своей бороды. Но произошло непредвиденное. Фидель сам почистил ботинки и поэтому не выставил их в коридор. Тогда, после очередного провала, сотрудники ЦРУ приготовили Фиделю то, от чего он, по слухам, никогда не отказывался. Ну, он какой-то был заговоренный человек, любовниц. И у нее была пилюля с ядом в баночке с кремом для лица. И она стоит у себя в номере, открывает баночку. И она понимает, что эта пилюля растаяла, что у нее оболочка, там она растаяла. И в этот момент заходит он. И он все понимает. И он говорит, ну, вот он вынимает свой пистолет, говорит, я понимаю, что ты хочешь сделать, застрели меня. Если сможешь, конечно. Но у тебя не получится ничего. И она взяла этот пистолет, дрожащими руками, она там разъявилась. Порой агентам ЦРУ казалось, что Фидели вправду неуязвим. Тогда они пускали в ход оружие, которого так боялся Фидель. Его целью было вбить клин между Кастро и кубинским народом. Я верю всему, что пишут в газетах. За исключением того, что пишут обо мне. Через средства печати и даже сбросом листовок над кубой таких попыток диссидитировать персоналию Фиделя Кастро-Рус было очень много. Обвинения в том, что Кастро уничтожил соратников, дескать, Фидель сидел там на кресле, курил сигару и смотрел, как расстрелили батистов, такого не было. История о неких наркотиках, эти легенды, которые пытались о нем создать американцы, в них никто не верил. Кроме самых близких, враг добрался до того единственного, что Фидель просил не трогать – его семьи. Он всячески оберегал своих родственников, как мог, и близких, и тех, кто его в каком-то смысле даже предал, как ту же самую Хуаниту. Сестра Фиделя была завербована ЦРУ в начале 60-х годов. По словам Хуаниты, она разочаровалась в революции и методах борьбы с политическими оппонентами Фиделя. На Кубе ее подозревали в вербовке агентов и укрывательстве врагов революции. Он с ней встретился и сказал, Хуанита, ну, ты очень любишь Соединенные Штаты, ну, уезжай тогда в Соединенные Штаты, не надо на Кубе работать. Но сотрудники ЦРУ поняли, куда бить, и продолжали это делать все годы, что Фидель находился у власти. Следующей их жертвой стала внебрачная дочь Фиделя – Алина. Алина, она вела себя без пардона совершенно, бежа в Майами, представив это как выдающуюся операцию там с использованием париков в Майами, где были сильнейшие настроения среди антикостровской миграции, выпустила совершенно скабрезную книгу не только о Фиделе, но и о его родителях. Мастерски проделана операция по дезинформации. Литературный талант Алины был умело использован американской разведкой, чтобы уязвить Фиделя. Якобы он не коммунист, а потомственный плантатор, который под видом революции расширил владение отца до масштабов Кубы. Это мнение с охотой распространялось среди противников Фиделя. Далеко не все население было довольно революцией, особенно молодые и горячие головы. Поэтому они на плотах, там, на каких-то лодках, в лучшем случае на катерах, отправлялись в Флориду в расчете на то, что 90-е миды можно преодолеть, это вообще-то, можно сказать, самоубийцы. Мы на плоту могли переправляться в такое путешествие. По данным Океанографического университета Майами, 77 833 человека погибли при попытке покинуть остров на самодельных судах. Знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсия Маркес был уверен, режим Батисты сам исчерпал себя и упал в руки Кастро. Это неправда. Категорически не согласен с Маркесом, потому что все было не совсем так. У каждого своя правда, но абсолютная правда в том, что народ поддержал молодого Фиделя. Придя к власти, Кастро дал кубинцам главное, в чем они нуждались, и построил по-настоящему социальное государство. Два главных постулата его социальной политики. Это бесплатное здравоохранение и бесплатное образование. Кубинская стоматология считается одной из самых лучших в мире. Кубинские врачи вытаскивали людей из тяжелейших форм онкологии. Они, в конце концов, спасли Диего Марандону, легенду мирового футбола, который приехал на остров законченным наркоманом. После победы революции покушение на кубинского лидера, организованные спецслужбами США, стали происходить регулярно. Решили его извести с помощью подводного костюма. Заразить сначала какими-то смертоносными грибками. Договорились с известным адвокатом Донованом, что он вручит костюм, этот подводный, зараженный костюм, Фиделю Кастро при посещении Кубы. Ну, Донована использовали в темную, надо сказать, что ни во что его не посвящали. В самый последний момент он забыл дома этот костюм. И тут же в аэропорту приобрел подводный костюм, ну, уже, конечно, обеззараженный. В полной безопасности Фидель чувствовал себя только в Советском Союзе. Он говорил, что там отдыхает, что у него даже темперамент меняется. Фидель Кастро говорил Никите Сергеевичу Хрущеву, вот ты меня ругаешь, что вот я такой горячий, взрывной, завожусь быстро. А вот Россия, Советский Союз на меня действует успокаивающе. Может быть, это ваши морозы. Я становлюсь степенным, больше рассуждаю, думаю. Впервые Кастро посетил Советский Союз 27 апреля 1963 года. Ту-114, взявший курс из Гаваны, приземлился на аэродроме Оленья Мурманской области. В Заполярье Фидель побывал на базе Северного флота и встретился с военными моряками, которые устроили дорогому гостю незабываемую экскурсию на атомную подводную лодку. Но самый теплый прием его ожидал в Москве. И он изъявил желание прогуляться в вечернее время. Народ увидел этого бородача в оливковом френке, узнал, что это Фидель. 11 часов вечера, улица Горького, раздаются крики «Фидель, Фидель». И толпа, огромная толпа нахлынивает. И они успевают пробраться в гостинице «Москва» и открыть окно на первом этаже. И туда Фидель пролазил, потому что он говорил, меня бы тогда просто растерзали на сувениры. Насколько его любят. Фиделю нужно было удостовериться, что в СССР есть оружие, способное защитить Кубу даже из-за океана. Команданты показали многие секретные военные объекты. И он до сих пор сдается единственным главой иностранного государства, который побывал на базе межконтинентальных баллистических ракет. А 1 мая Фидель уже стоял вместе с Хрущевым на трибуне Мавзолея. В Москве Кастро присвоили звание Героя Советского Союза. Фиделя, конечно, смущал тот официоз, с которым его принимали. Фидель Кастро, почему вы встречаете меня, как арабского шейха? Я же такой же, как и вы, революционер. Но Фидель остался очень доволен поездкой. В Мурманской области он впервые в жизни увидел снег и навсегда полюбил русскую зиму. Через полгода знаменитый Барбудо снова приехал в Союз. Он охотился в заснеженном лесу, ловил рыбу из-подо льда, пил водку на морозе, жарил шашлыки и грелся у костра. Хрущев относился к Фиделю как к сыну. Говорил, что видит в нем свою революционную молодость. Он приглашал его домой, и там Кастро делился с Никитой Сергеевичем сокровенными мечтами. Это, конечно, были иногда авантюрные планы. Но, допустим, хотел он вывести породу маленьких коров размером с собачку, чтобы у каждого, даже у горожанина, была такая корова. Говорил, что хочет развивать металлургическую промышленность, тяжелую промышленность. Хрущев его останавливал. Говорит, ну зачем? Зачем вам это вот надо строить вот эти вот заводы гигантские, нефтеперерабатывающие? У вас же нету нефти. Лучше вот вы занимаетесь сигарами. Весь мир знает знаменитые гаванские сигары. Весь мир знает, что такое сахарный тростник кубинский. Человек, который совершил революцию, пережил Батисту, покушение, клевету и предательство, смог сохранить в себе наивного ребенка, мечтателя-авантюриста. С одной стороны, серьезнейший политик, государственный деятель, а с другой еще немножко мальчишка, романтик, авантюрист. Ну, дело в том, что ничего невозможно без авантюризма. Ни революция, ни открытие в науке. Недаром же он очень любил нашего Юрия Алексеевича Гагарина, потому что это был его кумир, и мечта была такая. Главной мечтой его жизни было светлое будущее Кубы. Но в 1962 году эти мечты столкнулись с суровой реальностью, в которой Кубе оставалось существовать считанные дни. Как и много лет тому назад, во время бунта на плантации отца, Фидель оказался перед сложным выбором. Но в этот раз между будущим Кубы и мировой справедливостью. Во время Карибского кризиса, когда в ответ на установку США ракет средней дальности в Турции рядом с границей СССР, советское ядерное оружие было размещено на Кубе, Кастров предлагал Хрущеву нанести превентивный удар по США. Но Фидель был тот человек, который считал, что если мы что-то начали, мы должны идти до конца. Мы готовы погибнуть, но не сдаться. Несколько дней весь мир находился на грани глобальной ядерной войны. В итоге Карибский кризис закончился дипломатическими переговорами. Но президент Америки Джон Кеннеди понял, что противостояние с Кастро может привести к катастрофе и больше не посягал на суверенитет острого свободы. Кеннеди говорит, я даю вам джентльменское слово, что ни мы сами, ни союзники Соединенных Штатов никогда на Кубу не нападут. Однако слово «не нападать» лично на Фиделя Кастро президент США не давал. Между лидерами двух соседних государств началась необъявленная война не на жизнь, а на смерть. Джон Кеннеди устроил Кубе экономическую блокаду, а в ЦРУ работал целый отдел, который придумывал планы физического уничтожения Кастро. Но и Фидель не оставался в долгу. До сих пор одной из версий убийства Джона Кеннеди является так называемый «кубинский след». Линдон Джонсон, преемник Джона Кеннеди на посту президента США, говорит, Кеннеди очень хотел добраться до Кастро, но Кастро добрался до него первым. Фидель навсегда остался заклятым врагом для политической элиты США. Ведь Куба, начиная с 30-х годов прошлого века, там было засилие. Во-первых, засилие – это банкиры Соединенных Штатов, промышленность. Дальше, второй слой – это мафия. Почему? Потому что мафия владела всеми игорными заведениями, торговля наркотиками, проститутки, публичные дома. И третья категория – это разведчики, шпионы со всего мира. Незадолго до смерти Фиделя, его бывший телохранитель Хуан Рейнальдо Санчес издал книгу «Тайная жизнь Фиделя Кастро», полную сенсационных разоблачений. По его словам, коммунист Фидель никогда не отказывался от капиталистического комфорта, хранил на тайных счетах в зарубежных банках почти миллиард долларов и владел 20-ю роскошными объектами недвижимости и даже райским островом Каио-Пьедро. Я не знаю, откуда этот гражданин взял о роскоши. Можно посмотреть, как говорится, в чем пребывал Фидель все время. А все время был в чем? В военной форме, с пистолетом на боку. И не верю, понимаете? Не верю. Из чего ему по-рускоши эту брать? Страна сама по себе была очень бедной. Блокады-то в Соединенных Штатах, никого никуда ничего не пропускали. Журнал «Форбс». В 2005 году состояние Фиделя Кастро вошло в первую десятку, куда входили Елизавета II, князь Монако Альбер и другие громкие имена. Он сказал в 2005 году корреспонденту «Форбс» в интервью, говорит, «Найдете хоть доллар на моих неких счетах, я тот же подам в отставку со всех своих постов и уйду». А вот сам автор «Тайной жизни» Фиделя Кастро благодаря своей книге неплохо заработал. Санчес действительно был охранником Кастро, но за превышение служебных полномочий попал под суд и оказался за решеткой. Выйдя из тюрьмы, он бежал в Соединенные Штаты Америки. И там за деньги стал рассказывать журналистам о Фиделе все, что придет в голову. Затем Санчес издал книгу и получил солидный гонорар. А Фидель же видел свое богатство не в деньгах. Был какой-то вопрос задан, когда он за рубежом выступал, богатый ли вы человек. Он говорит, да, я очень богатый. Мое богатство – это 5 миллионов человек, кубинцев. Мое богатство – это идеи коммунистические. И тем не менее, в книге есть неизвестные подробности, которым можно верить. Так Санчес пишет, что Фидель нередко приходил на кухню, чтобы лично приготовить свои любимые блюда. Например, острый рис с лангустами и крабами. Или спагетти. И Кастро совершенно не мог обойтись без кофе, который запивал ромом или молоком в своей личной коробке. Придя к власти, Кастро объявил, что одна из его главных задач на посту главы Кубы – это создание развитой молочной промышленности. Фидель Кастро рассказывал о том, что, значит, каждое утро у них в доме начиналось со стакана молока. Отец обязательно наливал молоко свежее, и дети, и вся семья пил это молоко. У него была любимая корова – белое вымя. И более того, ее копия, фигурка у него хранилась в рабочем кабинете. Мало кто об этом знает. Но каждый ребенок до 6 лет на Кубе ежедневно был обеспечен литром молока. Это на тропическом острове, состоящем из песка. Белое вымя давало по 110 литров молока. Ей даже поставили памятник из белого мрамора и слагали о ней песни. И когда в начале 2000-х годов прибыла делегация американских конгрессменов, на свою беду один из конгрессменов задал вопрос. А что это у вас за корова здесь? В честь какого? А в каких заслуг? И Фиделем прочитал лекцию почти на 3 часа. А на доях коров на Кубе с 60-х годов до нынешнего времени. Любимым молочным продуктом Фиделя было мороженое. За один раз он мог съесть 18 шариков этого десерта, то есть целый килограмм. Кастро решил порадовать всех жителей острова Свободы и построил в Гаване огромный дворец мороженого, вмещающий одновременно тысячу гостей. Гурманы признают, что кубинское мороженое – лучшее в мире. Я сомневаюсь, что есть хоть один кубинец, который не любит особенно кубинское мороженое. Говорят, что агенты ЦРУ подкупили одного из работников любимого ресторана-команданта с тем, чтобы он впрыснул яд в мороженое, приготовленное для Фиделя. Но незадачливый отравитель спрятал пилюлю в морозильную камеру холодильника, где она намертво примерзла к стенке и была раздавлена льдом. И очередной план покушения провалился. Помимо молока, кофе и мороженого, у Фиделя была еще и поистине национальная страсть. Фидель без сигара – это что, куба без Фиделя? Мы даже вот общались с сигарным клубом, и нам привозили именно ту сигару, которую курил Фидель. И такую же сигару кубинцы подарили своему команданту на 90-й день рождения. Она была длиной 90 метров и весила 80 килограммов. Неудивительно, что и эту слабость Фиделя враг не оставил без внимания. Рычатку заложили в любимые его сигары, и таких сигар начинили целых два ящика. До адресата так и не дошли эти сигары. Фидель как-то в шутку сказал, если бы давали награды за то, что человек выжил после покушения, я бы наверняка имел бы золотую медаль. Также команданта принадлежит еще один абсолютный рекорд. Он руководил Кубой 52 года и был самым многолетним главой государства в мире, не являющимся монархом. Фидель. Я такого человека по масштабу личности и по той степени уважения не могу припомнить, например, благородство, мужество того, как оставаться человеком в большой политике. Фидель так и не превратился в очередной безликий памятник истории. Его любят не за яркую дату в учебнике, не за взятие казарм Манкада и даже не за победу революции. Люди любят в нем человека со всеми его слабостями и страстями, которые так хорошо знакомы каждому из нас. Ну, если двумя словами, Фидель Кастро – это романтический сгусток энергии и воли. Этот человек не умер и не ушел в прошлое, а он растворился в будущем. Споры о Фиделе не утихают. Его ненавидят и боготворят. Но сходятся в одном – он человек небывалого масштаба. Журнал «Тайм» включил Фиделя Кастро в список ста самых влиятельных личностей всех времен.